Что же, ребят, всем привет, с вами Warhammer и второй этап не до века. Китай снова один час, снова Porsche LMP1 и, к сожалению, в последний раз Porsche мы видим в LMP1, потому что с этапа в Limani, который будет следующий, у нас уже пойдет немного другой Carpac на сервере и, соответственно, эта гонка на Porsche будет последней. Но, окей, все равно надо ее проехать и надо обязательно заработать как можно больше очков. Начинаем по традиции с квалификации, в которой я выехал на Medium изначально, потому что я тестил софты и понимал то, что софт здесь, он будет жить примерно один сектор, ну полтора, ладно, то есть до момента скоростной связки левого и правого поворота, после этого он начинает быть перегретым и, соответственно, уже никаким, он не является рабочим комплектом в этот момент. И Medium, наоборот, становится намного лучше. Но, да, софт все-таки имеет преимущество во первом секторе, в части второго сектора, ну а уже в третьем, наоборот, Medium берут свое. Но, опять же, это только начало квалификации, средства немножко раскатать трассу, хотя вроде бы у вас эти по-другому работает. Но, ладно, надо просто именно вкатиться в трассу. В принципе, пока что первый круг идет, ну, более-менее неплохо, есть местами недочеты. Все, собственно, меня все время будет сносить во второй улитке, с которой мы выходим на обратную прямую, на которой мы сможем использовать оставшийся весь гибрид до 330 км в час, разгоняясь. И после этого, соответственно, жесткое торможение со 150 метров и уже выход на старт-финишную прямую, и тем самым мы заканчиваем трассу. На этой гонке у нас было три новичка, вроде бы, в LMP-1, если... а нет, два, только два. При этом у нас два других пилота не смогли приехать, точнее, один перешел в класс ГТЕ, а мой напарник, к сожалению, не смог присутствовать на этапе. Это было, да. По итогу первый круг ставим минуту 44,4, если я правильно вижу на своем небольшом экране в Вегасе. И тем самым занимаем пока что виртуальный пол. Но после этой попытки я решил то, что окей, попробуем все-таки софт, то все ребята едут на софте, а я тут на медиуме еду. Все-таки у нас нет каких-то жестких правил, по типу того, что на каком квалифицировался комплекте, на таком и едешь. Ну и начинаем круг. Улитку я прохожу, конечно, так себе, но под конец начинаю что-то отыгрывать за счет того, что все-таки это софт. Все-таки больше зацепа на нем, особенно на выходе. Ну и да, по итогу отыгрываю, но опять же, это тоже, что будет идти в рамках половины трассы. На второй половине трассы, наоборот, я буду уже даже терять. Но самое главное, просто по максимуму отыграть в первых двух секторах, но пока что да, там где-то я отыгрываю в данный момент, даже на выходе из поворота, который заканчивается в первом секторе, я отыгрываю по времени. Но вот скоростной левой я обхожу неправильно немного, на этом теряю, но выигрываю там на выходе. Потом поздно торможу вправо и уже из-за этого тоже проигрываю десятку. Ну и все, с этого момента софты уже просто на передних колесах, как вы видите, просто перегреваются, особенно правая передняя, и, соответственно, сцепления никакого. Да, конечно, у нас есть тракшн-контроль, но все-таки сцепление, сцепление, и тракшн будет чуть дольше просто душить, по итогу болит. Уже в данной улитке я тоже продолжаю терять время, потому что меня просто неимоверно сносит, так как не могут колес никак зацепить, потому что они просто бы, наверное, перегреты, и по итогу я просто везу одну десятку. Но если бы я ехал на медиуме, скорее всего я вез бы не десятку, а две или три десятки уж точно, потому что на медиуме как раз таки мне было проще проходить последний сектор. Ну и что же, торможение самое жесткое после обратной прямой, и подъезжаем к последнему порту, который также надо хорошо пройти, на котором я немного запоролся на первом кофессионном кругу. Но прохожу, в принципе, неплохо, улучшаю на две десятки, но окей, пойдет, грубо говоря, я укрепил свою пол-позишн. Но девиза все-таки успевает перебить меня на 7 тысячных секунд, и причем, как он потом писал, то что он доезжал круг просто банально на гибриде. То есть, если было бы у него топливо, я думаю, там все-таки побольше было бы разрыв. Ну ладно, переходим к старту гонки. Собственно, у нас старт обычно дает старт-финишной линии, которая в Шанхайе является та линия, которую мы пересекли. Я решил как раз от нее вообще разгоняться, но смотрю, что девиз не разгоняется, что будем именно старт-финишной линии. Мы стартовать, по итогу все окей, стартуем, и на первом кругу меня сносят в житке, и по итогу я очень широко вылетаю и теряю почти все позиции, ну даже не почти, а все, потому что я потом по итогу заезжаю еще на траву. И да, оказываюсь на шестоем месте, последнем среди LMP1, но окей, это лишь начало гонки, и надо просто как можно быстрее сейчас обойти впереди ребят и погнаться за девизы, которые в этот момент, конечно, успеют отъехать, и уже можно видеть то, что он отъехал от второго места примерно на секунду, соответственно, уже будут небольшие проблемы с этим, но окей, причем быстро нагоняя группу, потому что люди начинают друг другом бороться, плюс по темпу у нас немного разный уровень, и также до пятого места я доезжаю в кратчайшие, так сказать, сроки. Просто главное теперь был вопрос, как быстро я доеду до девизы, если я объеду всех этих четырех пилотов, потому что, ну, девиза все-таки немедленный пилот, и это, так сказать, мой основной соперник в личном зачете. Вот, конечно, не стоит еще списываться счетов новичка, который к нам пришел, Барс Кегля, также еще доктор Рассел, который, если подготовиться очень хорошо, может проехать. На самом деле, я еще ставил ставки то, что Тарабукин здесь неплохо проедет, потому что все-таки, ну, человек, который ездит в F1 немало, в F1 все-таки есть Шенхай у нас, вот, и, соответственно, у него должны быть хорошие познания трассы, соответственно, ему не ставят туда пересесть на LMP1. Да, много различаются точки, но, по сути, трасса почти проходится, ну, одинаково. Но тут у нас просто происходит хаос на торможение после обратной прямой, за счет чего я отыгрываю две позиции, и передо мной есть доктор Рассел и Барсик Кегля. Рассел ошибается, очень широко выходит, и плюс, как можно заметить, у него не было уже гибрида, то есть он не мог использовать его уже на остатке круга, я же, наоборот, как раз-таки этот момент рассчитал, что как раз сколько нужно где его использовать, чтобы вот в конце ты мог лишний раз разогнаться на обратной прямой, чтобы, ну, точнее, с Арсмичной прямой, чтобы получить преимущество. За счет чего я ухожу уже на третью позицию, передо мной Барсик немного замедлился на выходе из, как раз-таки, улитки, он наехал на порядок, его из-за этого чутка понесло, но самое главное то, что я вижу, то, что девиза, в принципе, в досягаемости, если я буду ехать плюс-минус, там, в темпе, быстрее него, ну, где-то на 3-4 десятки, я его смогу без проблем до конца гонки догнать, и там мы уже сможем с ним побороться за звание Boss of the LMP One. Но пока что надо пройти Барсика, которая, в принципе, без проблем догоняя в поворотах, и теперь самое главное, просто подгадать момент, где его конкретно атаковать, ну, я, в принципе, тоже понимал, где я буду атаковать, а именно на Арсмичной прямой, потому что ребята очень сильно тратят, на самом деле, гибрид на обратный прямой, и, соответственно, мне самое главное было не особо сильно тратить, плюс надо было помнить то, что надо сохранять определенное количество заряда в гибриде, потому что тут заряд очень быстро тратится, и, в принципе, можно без проблем дойти до такого момента, что у тебя просто не будет заряда никакого, и тебе еще придется ездить без гибрида в какой-то момент. Ну и, собственно, Барсик прожимает нехило так, наверное, до 320 гибрид. Я решил до 310 разогнаться, стандартный будет разгоняться до 300, до 305. И по итогу он немного даже пролетает точку торможения. Я чуть не упираюсь в него, проходя уже, ну, немного срезая поребрик. Ну и что же, выход на старт в финишную прямую. Я понимаю, что у меня здесь есть преимущество по гибриду. И причем это сразу же видно, у Барсика просто он кончился, я его догоняю мгновенно, тут уже он начинает прожимать немного гибрид, и мы входим в улитку бок о бок, но Барсика сносит, и причем сносит в меня, и я тем самым отправляюсь в траву, и по итогу вновь пропускаю вперед Тарабукина и Рассела, и, грубо говоря, мне почти надо все делать сначала. А в этот момент у меня уже жопа немного подгорает, но надо помнить, что прошло только вот 5 минут от начала гонки, и, соответственно, все еще впереди, но в этот момент я уже понимал то, что, скорее всего, до девизы я не успею доехать, потому что происходит второй контакт. Да, в этот раз уже серво, я не знаю, он пролетел в точку торможения, скорее всего, въезжает в меня, пытаясь избежать контакта, и по итогу меня разворачивает, сзади антикроула максимально, ну, не максимально, оно поломано на оранжевую, то есть, примерно до 60%, что будет немного сказываться, и по итогу, да, в этот момент я уже понимал окончательно то, что шансы догнать девизу просто ноль, только если девиза сам где-то не ошибется, или его кто-нибудь не убьет. После 10 минут начала гонки мы уже догоняем ГТЕ, а это означает то, что веселье только начинается, и впереди как раз еще и Тарабукин с Кеглей начинают бороться, вот, причем очень близко друг к другу, и тут уже ГТЕхи, и в этот момент надо правильно подгадать момент, чтобы пройти болид ГТЕ, чтобы он не застопил тебя никак, в принципе, чтобы он не создал никаких проблем с траекторией тоже, вот, я пытаюсь побыстрее пройти Феррари на выходе из улитки, но тоже, получается, на самом деле, очень и очень криво, и да, в принципе, я понимаю, что такое кривое прохождение все равно мне никак сильно не бьет, потому что ребята отрываются от меня, потому что они тоже впереди застряли за ГТЕ, и, соответственно, самое главное, чтобы они, именно ГТЕ, мне попадались в нужный момент, ну, и мы подходим к скоростной связке левого и правого поворота, Феррари я очень быстро, естественно, догоняю, решаю пройти по внешне, соответственно, потому что, ну, все-таки, ГТЕ-хи-то будут по внутреннему пытаться пройти, а мне хватит прижима, чтобы обойти их по внешнему. Впереди, происходит контакт между Барсиком и Тарабукиным, после чего меня уезжает еще Феррари, но, но, за счет того, что Феррари меня подкорректировала немного правее, я, наоборот, избежал контакта с Тарабукиным, потому что я бы обязательно в него ехал бы, если бы Феррари не подкорректировал мою траекторию, так как в Тарабукино въехал Порш, который отбросил его на внешнюю часть трассы. Ну и да, четвертое место, догнал я Барсика достаточно быстро, ну, относительно быстро. В этот момент уже Рассел был на втором месте, и плюс он был уже в шести секундах от Красс Барсика, и я уже такой понимаю, то, что, ну, окей, если бы тут Рассел уже в шести секундах, то, ну, девиза, наверное, в пятнадцати, как минимум, а то и в двадцати секундах, в принципе, от меня будет. И, соответственно, я его уже точно не догоню. Тут меня пропускает Барсик вперед, в принципе, снимаю шляпу, перед ним это достаточно мужской поступок, после того, как он меня выбил на третьем кругу, он меня пускает вперед, ну, так сказать, отдает долг, за что ему благодарность, и по итогу выхожу на третью позицию, и теперь мне самое главное было оторваться от Барсика как можно быстрее, ну, не составит для меня это проблем особых, по темпу я чуть быстрее еду в Барсика, и поэтому это не станет какой-то большой проблемой. Большой проблемой для меня является, как сейчас догнать Рассела, который достаточно быстро идет на трассе, и за ним был в этот момент уже фастлап, и я понимал то, что темп у меня, ну, ниже будет, чем у Рассела, потому что у меня повреждено заднее антикрылое, это все-таки бьет по аэродинамике в поворотах, это и напрямую их бьет по скорости максимальной, и, соответственно, ну, друг на друга это накладывается, я где-то полсекунды, а то я, может, секунду теряю с круга из-за повреждений, и причем это еще не последние повреждения в этой гонке, как оказались. Да и в принципе у нас тут LMP1, так можно сказать, все по-всякому опиздюлились, в будущем вы, причем видите, как опиздюлились два предыдущих. Тивиза, кстати, уже пересек даже старт-финиш в прямую, это можно было заметить, и да, там где-то плюс-минус 20 секунд между нами есть. Последний порт я, кстати, еще так промахиваюсь, ну, подъезжает ко мне Барсик, но у меня есть заряд батарейки, у него его не было уже в этот момент, и, соответственно, я чуть-чуть отъезжаю от него, и между нами будет держаться расстояние, где-то, наверное, полсекунды 60, где-то так. До данного момента, пока Ронка, я не знаю, не вернется на траекторию, тем самым не подкрептировав уже Барсика, который он отправляет на траву, и тем самым, собственно, борьба за третью позицию у нас мгновенно заканчивается, потому что Барсик отлетает на 4 секунды от нас. Но на этом кругу случается еще кое-что, впереди разворачивает Рассел, и я был даже удивлен, потому что, ну, LMP1, разворот, ну, это надо на самом деле постараться. Ну, я могу предположить, что человек ехал без тракшена, как бы тут на ваше предпочтение, но тракшен все-таки лучше как-никак включать, чтобы вот такой ситуации избегать, плюс, как-никак, гибридная составляющая тоже помогает избежать подобных разворотов. И я уже выхожу на вторую позицию, и, в принципе, неплохо. Я вернулся на ту позицию, в которой стартовал, то есть наберу, в принципе, неплохие очки, попутно опережая GTE и LMP2 болиды. Но чуть позже у нас происходит, ну, для меня тоже неприятность, как и для пилота, ну, я уже думаю, подозреваете, о ком я говорю, у нас вылетает девиза. И причем, как в будущем я узнал, он именно вылетел, а как бы его согнали с компьютера. Да, случается такое, и тем самым я выхожу на первую позицию. Конечно же, я не особо рад о таком выходе на первую позицию, потому что, ну, хочется выиграть именно на трассе, а не за счет какой-то там проблемы у человека, когда там он вылетает, еще что-то происходит у него. Вот. Ну, а такая победа, ну, как бы не особо нужна мне. И при этом с этого момента я начинаю уже активно лидировать, но перед песок у меня случается второй контакт, о котором я говорил. Поршак его сносит в последнем повороте, начинает разворачивать. Я пытаюсь вернуться по внутренней траектории, но по итогу Порш въезжает в меня. Благо, он въезжает в меня ровно в борт и ровно посередине, соответственно, я не разворачиваюсь или еще что-то, а просто получаю повреждения, из-за которых я просто решаю на круг раньше заехать в боксы, благо топливо особо не сильно тратилось. И тут главный был вопрос, где начинается петлиметр. Он начинается не от этих 80 метров, потому что я разгоняюсь до 80, и он начинается уже у самого въезда в боксы, и это, ну, мододелы, так сказать, постарались обосраться. Ну и да. Спустя вечность я выезжаю из боксов, потому что пистопы это пиздет. Длятся они реально на LMP1 тут вечность, потому что они так настроены очень хорошо, но благо с Лимана у нас будут нормальные настройки пистопов, и у нас механики не будут менять тебе 4 колеса целую вечность. Выезжаю, в принципе, я даже смог неплохо так андеркантнуть Рассела, который также со мной заезжал в боксы, он как-то застопорился очень сильно, хотя, ну, даже если он будет делать такой же пистоп, как я, то есть со сменой колес, то он не должен был так прям много проиграть, но, похоже, он где-то там вот немножко с въездом в свой бокс немножко ошибся. Из-за этого я выхожу на вторую позицию в своем классе, и что же, у нас впереди остается Барсик, который еще не заезжал в боксы, ну и также еще, если можно посчитать, так, болит LMP2, который лидировал на тот момент, а нет, еще Стерва, да, не заезжал в боксы, вот, точно, и по итогу, да, третье место у меня пока что в LMP1. Ну, ребята тоже будут ждать своего бокса, соответственно, гарантированно их обойду, если только кто-то из них не решит поехать на старых шинах, которые тут могут спокойно доехать от начала до конца, у нас нет никаких правил по тому, что, там, делать обязательно питок со смены резины, просто, ну, опциональный вариант, типа, хочешь заезжать и меняй резину дополнительно, там, где-то секунд 10 или 15, плюс, где-то так, потому что топливо тоже заливается у нас очень и очень долго. По традиции после бокса я решаю дать быстрый круг, чтобы забрать fastlap, и, в принципе, уже неплохо так иду с опережением дельты, ну, от своего лучшего круга на 4 десятка уже на полсекунды. Немного ошибаюсь тут при прохождении поворот, очень далеко улетаю, за то, что выбираю неправильную точку торможения, но, в принципе, это не сильно как-то меняет дело, потому что я все равно разгоняюсь на обратную прямую, использую по максимуму гибриды, разгоняюсь, там, до 320 километров, если я правильно помню, да, и, соответственно, я за счет уже этого выигрываю немало времени. И за счет того, что у меня даже еще есть свежий воздух впереди, ну, точнее, чистый воздух, да, не свежий, вот, мне удается без проблем проехать этот круг и поставить конечное время лучшего круга, там, минуты 44 и 8, если я правильно помню, то есть от коллекционного времени там отличие, ну, где-то в 6-7 десятых, вот, но, забегая чуть вперед, это будет не финальный лучший круг, а, по итогу, я еще под конец смогу улучшить уже на пустых баках. За 25 минут до конца гонки я догоняю Барсика, который сделал свой питстоп, он решил не менять колеса, и, по итогу, это привело к тому, что я его просто очень быстро догонял, он терял где-то по 2-3 секунды с кругу по отношению ко мне, потому что, ну, все-таки свежий комплект резины, это и есть свежий комплект резины, и, как можно заметить, даже привлечь от того, что ты экономишь 10 или 15 секунд на питстопе, ты теряешь это время по ходу кругов, потому что человек на быстро, ну, на свежей резине он намного быстрее будет, чем ты на уже полуизношенной резине. По итогу, тут еще небольшой контакт с ГТЕ возникает у Барсика, ну, и в поворотах, само собой, это прям отчетливо видно, как я его начинаю просто догонять. Соответственно, мне надо было снова готовить точку его обхода, ну, тут, в принципе, готовить ничего не нужно, в принципе, я знаю то, что Барсик расходует свою энергию очень сильно, и, соответственно, на конец круга у него ничего не остается, то есть на выходе с последнего поворота, и, соответственно, на этом можно без проблем как-то сыграть, то есть подъехать как можно ближе на обратной прямой, и потом уже просто, возможно, даже после шпилики его обогнать, ну, в общем, подгадать момент, самое главное так до ГТЕ подобрать этот момент. Ну, вот, собственно, мы выходим на обратную прямую, я начинаю там даже разъезжать уже потихоньку гибрид, за счет шин я чуть лучше выхожу, чуть быстрее, и по итогу, в принципе, даже на обратной прямой мы уже начинаем с ним батлиться, разгоняемся до максимальной скорости в 330 километров, ну, и на торможении я без проблем выхожу вперед, на выходе также выхожу уже окончательно вперед, ну, и по итогу завоевываю обратно первую позицию, и я понимал в этот момент то, что, ну, Барсик уже мало что может мне сделать, только если я где-то ошибусь, или меня, может, опять кто-то убьет. В этот момент у меня, кстати, даже было восстановлено вся аэродинамика, соответственно, я не терял в поворотах и на прямых в особенности. Примерно через 10 минут мне уже стало даже немного скучно обгонять просто ГТЕ, и я решил тут прикольнуться над Твайлайтом по полной. Вижу его, выстраиваясь на атаку и торпедирую, но, окей, я начал проводить специально с запасом, так чтобы реально не торпедить его в бочину, по итогу все остались живы, без каких-либо повреждений, но я думаю, Твайлайд потом менял свои штанишки, когда я видел этот летящую черную торпеду в борт его Porsche 911. Ну что же, минута 40 остается на табло, мы выходим на последний круг, и благо это именно последний круг, таймер закончится почти ровно перед старт-мешной прямой, и за счет этого я не поеду на дополнительный круг, при этом я еще и пытался так не сжать особо газ, чтобы как раз-таки потянуть время, потому что, кстати, там было немного видно, то, что я на предпоследствии кругу улучшил время, там вроде минуты 44 и 7, и 700 с чем-то, точно не смогу уже вспомнить, на сайт для этого заходить. Ну и все, на этом как бы Китай, по сути, заканчивается. Конечно, да, он был, собственно, интересным, насыщенным в начале, но по итогу, под конец, опять же, вся борьба сошла на нет, потому что, ну, банально оппоненты уже были очень далеко от меня, Барсик при этом сохранил свою вторую позицию, похоже, у Рассела еще что-то случилось во время гонки, потому что даже если учитывать то, что Рассел так же, как и я, менял резину, то он должен был Барсика догнать уже, ну, по-любому за 5 минут до конца, потому что между мной и Барсиком в этот момент уже было плюс-минус 10 с чем-то секунд, может даже больше, возможно, даже 15, то есть, скорее всего, Рассел там где-то ошибся, и, к сожалению, да, не удалось ему вернуть вторую позицию хотя бы, ну, а Барсик по итогу за счет такого своеобразного пистопа, где он только залил топливо и вроде даже ничнил болид, вышел на вторую позицию, что, в принципе, дало ему возможность побороться за 12 очков, лучше даже получить 12 очков, ну, что же, вот выход на обратную, на обратную прямую 20 секунд до конца гонки, ну, и в этот момент я уже понимаю, что, окей, сейчас надо плюс-минус рассчитать, чтобы играм не дало еще возможность ехать последний круг, ну, да, следующий круг, и чтобы просто закончить здесь и сейчас этот заезд. И 3, 2, 1, и игра говорит то, что я на последнем круге, соответственно, последний поворот, и все, на этом Шанхай заканчивается второй подряд победой, и, к сожалению, последней победой на Порше, да, 2 из 2, ну, опять же, победой нельзя считать, потому что девиза вылетел, и, скорее всего, ну, победа все-таки ему бы досталось, если бы ничего с ним такого особого не случилось, походу, оставшиеся гонки, потому что догнать там 20 секунд чем-то разница, ну, опять же, это должно было с ним произойти. Да, как-то так у нас подходит к концу второй этап. Ну, и что же, следующий этап у нас Лиман, причем не один час, а целых два часа, это будет достаточно интересно, надо на момент вы видите лицовые результаты, конечно, по ГТР, результаты много поменялись, там два парня получили штрафы в боксах, когда заезжали в них, из-за этого им много отмотали, это штрафы, по итогу им посудили первых-трое место. А на этом все, с вами был Вархамер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока, и удачи!